Иногда так хочется уехать куда-нибудь далеко, увидеть разные места на планете, почувствовать, как это на высокой горе, какой там воздух, зайти в маленькую часовню у подножия горы, в которой бывал не каждый человек. А вот наш сегодняшний герой сфотографировал этот маленький храм, посвященный погибшим альпинистам и стал лауреатом международного фотоконкурса. Знакомьтесь, Сергей Голубков. Свежесть, красота, чистота, единение с природой, спокойствие. Эта часовня расположена у подножия горы Белуха, одной из самых крупных вершин России. Она входит в состав Алтайских гор, является наивысшей их точкой. Люди со всей страны едут посмотреть на это место, а Сергей Голубков по роду своей деятельности во время похода сделал это фото и теперь вошел в десятку лучших фотографов России, чьи работы под занавес уходящего 2016 года примут участие в международном фотопроекте «Фотобрикс». На международных конкурсах я не выставлялся еще, и для меня была какая-то, может быть, чуть-чуть такая планка повысилась, что действительно, может быть, фотографии какие-то мои, может быть, чуть-чуть интересные кому-то будет. Сергей – спортивный турист. Он с детства ходит в походы. Любовь к этому делу ему привели родители, отправляясь со всем еще маленьким Сергеем в путешествие по Рязанской области. Часто они всей семьей бывали в Мещере. А затем в жизни Сергея начались масштабные туристические и спортивные походы. Первый большой поход я ходил в 2006 году, как у меня в школе учился с отцом. Мы ходили, это были хибины. Потом я еще несколько раз тоже с отцом ходил, с его знакомыми. А дальше, когда поступил в институт, пришел туристический клуб «Альтаир». Этот клуб находится в Радиотехническом университете, который Сергей окончил и получил диплом по специальности инженер радиоэлектронных систем. В этом же вузе наш герой раскрыл и другие грани своей личности. Он состоит в клубе интеллектуальных игр, таких как «Что, где, когда». Занимается организацией и проведением игры «Брейн Ринг» в других учебных учреждениях, в том числе для школьников. А также ведет активную работу на киностудии, действующей при РГРТУ. Сергей отвечает за весь архив, видео и фоторабот всех участников киностудии. В России и вообще в мире много различных видеоконкурсов. Вот. И я начал киностудийные работы потихонечку отправлять на какие-то подходящие, оформлять заявочки и отсылать работы. Вот. Когда там получается что-нибудь выиграть, когда просто за участие диплом дадут, то приятно. Когда-то он прошел обучение в этой киностудии, делал ролики, репортажи для вуза, снимал, монтировал. В свои работы Сергей старается вложить смысл, сделать их мотивирующими и полезными для других. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проблема ухода в виртуальную реальность сейчас актуальна. Возможно, поэтому другая работа Сергея так и призывает к тому, чтобы люди старались получать удовольствие от настоящей жизни. Пусть не в горах, а здесь, в спорте, в борьбе. Мотивируя людей очнуться и легко преодолевать свои трудности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свои работы Сергей выполнял с помощью цифрового фотоаппарата. Как известно, он дает очень удачную картинку. Постепенно, кроме видео, у него начали появляться фотоработы. Фото тоже интересно. Фото получается быстрее отдачи. То есть ты сфотографировал, у тебя уже готовый результат. Примерно ты понимаешь, что там есть. Чуть-чуть подправил, и как бы вот тебе налицо. С видео сложнее, там надо это себя заставлять, не лениться. Сергей за последние 10 лет посетил большое количество мест. Он был на Кавказе, в Закавказье, ближе к Мурманску, на Урале, в Алтайских горах. Посетил Кузнецкий Алатау. В велопоходах он узнал больше о Карпатах и Черногории. Все эти места попали под прицел его фотокамеры. В результате появилось множество видеоотчетов о том, как Сергей с командами из нескольких рязанских туристических клубов совершал эти путешествия. Мы бывали в такое место, просто очуметь. Этот поход был один из самых трудных. Ребята рискнули отправиться в традиционный лыжный поход без лыж. Место действия – плато Лаганаки. После первой ночевки их палатки на полметра завалило снегом. На следующий день еще метр, по-моему, я понял, что будет тяжко полный маршрут пройти. Поэтому мы там сокращали, возвращались. Ну вот, зато были приключения такие. Мы там ночевали, откопали домик, приют на фиште. Никого там вообще не было. Обычно летом там целая куча туристов, народу. А вот на Новый год там никого не было, потому что все засыпало. Мы откопали дом из-под снега, туда залезли и там справляли Новый год. Было очень здорово. Походы в данном случае – это не просто увлечение, а спорт. Пройдя определенный маршрут по выданной в Рязанском турклубе маршрутной карте, можно получить спортивный разряд. Для этого по возвращению необходимо предоставить технический отчет с датой, временем прохождения отметок и защитить его. Но бывает и по-другому. Это стопка воспоминаний и приключений Сергея. В каждой из этих фотокниг хранится летопись походов его компаний с вкусными рассказами о тех местах, которые посетили ребята во время вояжа. Можно вести своеобразную такую летопись похода. Она более как бы такая творческая, эмоциональная, и ты заносишь в нее все свои впечатления, как бы для себя, для ребят, которые были в походе, чтобы было потом что вспоминать. На точку, это собрание после похода. Тоже интересно посмотреть фотографии, порассказывать истории. Точкой называется собрание после похода. На него приглашаются не только участники путешествия, могут прийти любые желающие. Туристические команды делятся впечатлениями, просматривают видео, поют песни, планируют дальнейшие приключения. Хотел давно на Байкал поехать. И мы в феврале идем коньковый поход на Байкал. Уже билет купили на самолет. Осталось подготовить основное, купить коньки специальные для похода. Активности и многогранности Сергея можно позавидовать. Если он не в горах, то в детском лагере работает туристическим инструктором или находит в Рязани интересные места для фотографий. Этот снимок необычен тем, что на нем изображен один из заброшенных коллекторов Рязани. При посещении этого места, конечно, не обошлось без приключений. В коллекторе есть заброшенный в Канищево. Узнал, что там и другие ребята-фотографы были. И мы вот с нашей компанией решили посмотреть, что там такое есть. Взяли даже надувную лодку, матрас. В коллекторе вода. Одни ребята шли в ней по колено, другие на плавсредствах. Все ради хорошего кадра. Сергей хочет перейти от любительской съемки к художественной. Для этого посещает фотоклуб. Там он понял, что хорошо делать работы сериями. Как здесь. Свежая картинка с застывшими во льду листьями и ветками. Другие фотографии передают не только форму о содержании, широту русской души. Путешественники знают о ней многое. Вдали от суеты, например, в горах, из поколения в поколение, люди находят что-то свое. Еще Высоцкий издавал в фильме «Вертикаль». Зачем люди ходят в горы? В современном мире, обществе, который сейчас нас окружает, сложно испытать те же эмоции, те же ощущения какие-то, которые ты испытываешь, когда уходишь куда-то в горы, в леса. Как бы ты рассчитываешь на себя, на своих друзей, и все совершенно по-другому. Какое-то вот улетучивается все лишнее. Здесь вам неравнина, здесь климат иной, и тут лавина от назадной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв, обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв, обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. В следующей программе человек в городе Мадам де Помпадур и кавалер 17 века, а также фитнес. Спросите, как это связано? Ответ кроется в увлечениях Евгения Живлакова. О нем мы вам и расскажем. Субтитры создавал DimaTorzok